Всем привет, мои друзья! С вами я снова Иван. Каждый знает, что лучший подарок это подарок, сделанный своими руками. Поэтому, если у вашей девочки, девушки, подружки и в первую очередь мамы с курденью рождения, предлагаю изготовить оригинальный подарок своими руками. Он очень прост, легок в изготовлении, исправится даже начинающий и не очень опытный мастер. Изготовим оригинальную подставку под горячее. Для ее изготовления нам понадобится вот такой вот толстый лист фанеры. Электролобзик или ручной лобзик. У электролобзика берем билку вот с таким вот мелким шагом. А также малярная лента, маркер и наждачная бумага. Объясню, для чего позже нужен малярный скотч. Первым делом берем и отмечаем круг на фанере. Его мы рисуем. Можно при помощи циркуля, а можно поступить немного иначе. Берем круг для УШМ. Или просто для Болгарки. 125 миллиметров диаметром. И обводим по контуру. Потом наклеиваем малярную ленту и еще раз вводим. Она нужна для того, чтобы при пилении электролобзиком на фанере не было сколов. После того, как мы все отметили, берем электролобзик или лобзик и выпиливаем нашу подставочку. Естественно, соблюдаем те безопасности. Одеваем защитные очки. И перчаточки. После того, как мы выпилили, нам необходимо обработать назначенной бумагой. Сначала обрабатываем крупнозернистый, а потом мелкозернистый. Обрабатываем, получается, сам обод, само полотно нашего, как грубого радиска, крупнаждачкой. После крупнаждачки переходим уже на мелкозернистую наждачную бумагу. Как все обработали, у нас получилась вот такая вот подставочка под горячее. То есть под различные кофейники, чайнички, турки. Даже под кружку, чашку просто. Вот, под какую-нибудь, может, небольшую кастрюльку, сковороду, ковшичек. Чтобы не ставить на стол, на клеенку, на скатерть, на горячую посуду, а поставить ее на вот такую толстую фанеру. Нормально она. И, тем самым, избежать повреждения скатерти, клеенки и вообще покрытия столешницы, стола от горячей посуды. Например, если сняли только с конфорки электроплиты и решили поставить на стол, чтобы избежать повреждения, вот такая вот подставочка выручит. Такую подставочку не стыдно и подарить, а изготовить ее проще всего. Справится, как я уже говорил, даже начинающий мастер, который не имеет большого опыта в работе с электроинструментами, а выпилить ее дело в пяти минут, обработать на разочке тем более. Важный нюанс, когда мы выпилили, мы снимаем скотч, потом уже обрабатываем, и все у нас получается готовая, красивая подставочка. Так что, такие вот дела, друзья. До свидания, всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем спасибо. Всем пока.